Чутки про Чернобыль – это по большей части мифы, кажут российские блогеры. И все, как один, погоджаются, что, например, белорусская молочная продукция вельми подобается россиянам. И смак, и якость, и выгляд. А вот туристичные маршруты Гомельской области, на жаль, рекламуются недостатково. Удельники пресс-тура обязают, что обовязково расскажут об туристичной привабности Гомельщины. А еще журналисты цикавились о реализации в Беларуси союзных программ по переодолеванию наступства аварии на Чернобыльской АЭС. И это зрозумело, потому что гроши, которые тратятся на чернобыльские проекты, выдастовываются у тем лику из союзного бюджета. Отказ однозначный. Ни один рубель не потрачен и дарма. Я, в общем, убедился в том, что те деньги, которые выделяют союзным государством, они, конечно, потрачены не зря и, в общем, с умом и по-хозяйски. Мы рады тому, что внесли какой-то свой вклад в создание такого высокотехнологичного медицинского центра, который работает вообще на, я считаю, на таком мировом уровне. Аппараты для эндоскопичных доследований, МРТ, сучастное офтальмологичное обсталявание. Российские журналисты, одразу было зрозумело, не чекали, что медицина у Гомеля с оправдысу свет на гаузровню. Особливую цикавость выкликал лечильник выпроменивания человека. Московский блогер Тимофей Васильев одразу сгодился на обследование. Лечильник показал абсолютно нормальные показчики. На передо дни Тимофей побывал у Полесским державном радиоцинно-экологичном заповеднику и выросил, что мог поспеть отрымать там дозу радиоцин, а ли отрымал только незабылные уражения. Что меня поразило, это то, что с белорусской стороны действительно этому удивляется огромное внимание, начиная с каких-то технических мер по обеспечению, то есть вот с этих дезактивационных пунктов и заканчивая лабораториями, которые находятся в зоне и занимаются проведением исследований. Ознайомившись с высокотехнологичным обсталяванием Центра радиоцинной медицины, на пресс-конференции журналисты закранули складанную тему. Установа будавалась у тимлику за бюджетные гроши союзной державы и была различена налячение и реабилитацию людей, которые проживают на потерпелых от Чарнобыльской аварии территориях, а это и приграничные районы Российской Федерации. Лишь для их же хоров послуги у Центра предоставляются только на платной основе. Оказывается, питание бесплатного лечения этой категории пациентов уже выучается, но есть много юридических складанностей. И все-таки, означенная на пресс-конференции, есть надея на распроцовку межрадовых погоднений, которые допомогут вырешить эту проблему. Дорогие, сейчас распроцовывается черговая союзная программа, которая так само продвигает новые накерунки суместной навыково-практичной деятельности. Сейчас формируется новая пятая программа. И она, насколько я понимаю, где-то в стадии прохождения. А там мы закладываем это и дальнейший мониторинг, это и дальнейшее развитие специализированной, высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи. Это и специфические научные исследования, и по изучению пиндикации. Это и развитие ядерной медицины. На развитании российские журналисты обещали рассказать у своих блогах и на сторонках газеты часописов об Гомельщине. А сами выказали жадание побывать у наших мястинах знов. Марина Северьянова, Валера Ихапанько, Телерадо и компания Гомель.